Волейбол 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 Третьщик. Михаил Терентьев центральный блокирующий. Василий Бочкарев сегодня в роли второго центрального блокирующего. И Либера Нюргун Иванов. Филипп Стручков на второй доигровке. Главный тренер команды Александр Иннокентиевич Романов. Я очень рад, дорогие зрители, приветствовать в Солданский уловс. Первый номер капитан команды Нюргун Тивцев. Гаврил Оховков центральный блокирующий. Василий Доигровщик восьмой номер. Владлен Попов это центральный блокирующий очень опытный игрок. Десятый номер Сарглан Яковлев. Иногда в диагонали он может и доиграть мяч. И одиннадцатый номер Иннокентий Артамонов. Один из лидеров атаки. И Либера команда бессменно играет в этом турнире Семен Акаемов. Тренер команды, исполнительный директор федерации волетбола. В свое время один из лучших связующих игроков якутского волетбола. Яков Семенович Сипцев. Уроженец Солданского района. И повторюсь, скажу, это реванш. Перед вами суди. Первый судья, судья первой категории из города Якутска. Аркадий Ефремов. Второй судья Анатолий Чемерзанский. Да, нагрузка для всех судей. И даже мы, комментаторы, уже четвертый день, каждый день по 8-9 часов работаем ради вас. И приглашайте всех к телевизору. Будет настоящее состязание спорт высшей категории на данный этап по волетболу. За 5 лет, так скажем, кульминация. И на подаче Амга. Филипп Стручков ведет первый мяч на бронзовый финал этих игр. Счет 0-0. Филипп показывает стабильную игру. Но пока основной Амга играет через Макарова. А здесь Артамонов. Сразу же, да? Да. Быстрый пас, очень хороший. Нюргун лучший лейберер республики был. Нашел хорошее место, но обработать такой силой. Вот нападающий удар был даже ему сложно. И на подачу выходит со своим планером капитан команды Нюргун Сивцев. От его игры для Уссанданца зависит. Он может принести полпобеды. Вот видели, Нюргун подал силовую. Вчера мы предполагали, да, что так и будет. Сегодня финалы играются на стандартной площадке. Одна основная площадка в середине нашего спортзала. И будет сегодня совсем другой рисунок игры. Амплитуда атак будет больше. Макаров второй раз отвел второй метр или даже полтора метра попадает. Смотрите, какой хороший удар. Ну, немножко расскажем, да, о составе играющих команд. Анатолий Макаров, который сейчас был в атаке. Это грозное оружие на четвертой зоне. Александр Романов сказал, что не смогли его привлечь на чемпионате Республики Саха весной. И вот сейчас никому неизвестный выпускник высшего учебного заведения в городе Новосибирске. Родной старший брат Ольги Макаровой, известной волейболистки Амгинского района. Ну, мы видим, что Терентьев на месте в центре блока. И Гаврила Хлопкова. Это неожиданный ход у солданцев. Мы знаем, что нестабильную игру в подаче показывал Гаврил в этом турнире. Но нужный момент, да. Как мы уже говорили, это финальная встреча, да? Финал, да, третье место. Лайнер сдалека. И, да, вот нестабильность сразу сказывается. Так, что касается Амги еще по составам. Если пройтись, в основной костях составляет команда Республики на играх Дети Азии 2008 года. Вот Иннокентий Романов. Дорожник по профессии. Сейчас у нас вел мяч в игру. Хорошо поднимает Либера Нергун Иванов. Тоже потомственный волейболист. Сын известной волейболистки из Амги Эмилии Ивановой. Да, с первых минут очень большая нагрузка на Артамонова, на лидер атак. У Салдана при малейшей ситуации скидка. Да, настоящий волейбол. Вот. Макаров, вы все видели сами. Я могу сказать ответственно, что это игра на уровне кандидата в мастеров спорта. И даже, можно сказать, временами. Выше лиги. Ну, так могут. Такие команды есть. Очень быстро. Ну, азиатский стиль игры, да? Да. Ну, так просто говорим. Ну, и рост у Анатолия 194. Это как у Юрия Бережков в сборной России, да? Владислав Попов. Для команды он... Да, физическое состояние Владислава Попова тоже играет. Они с Нергуном Сивсовым играют уже в течение 15-20... 15-10 лет. И эта связка устоявшаяся и очень грозная. Но здесь ответ. Мяч был закинут, но Анатолий Макаров... Ну, пока предпочитает игру через лидеров своих, да? Макаров Артамонов, Артамонов Макаров. Но Амга догоняет 4-5. Очень важно для Уссалданской команды. Вот какая силовая подача полетела. И защита. Вот этот элемент. Ответ от Керентьева, да? Давит Амга пока. Брейковый мяч 5-5. Классный первый темп. Тут соорудили Глухарев-Терентьев. Тоже многолетняя связка. Егор Глухарев, капитан команды Амги. Тоже продолжатель славной традиции семейного волейбола Глухаревых. Мы сегодня... Ну, игра... Картина игры будет... Съем будет обязателен. У Амги просто нападение чуть-чуть сильнее. И креативно нужно играть Уссалданцам в атаке. И, ну, доставлять Нюргуну мяч, чтобы он комбинировал. И такими подачами, да? Первые подачами три игрока Уссалдан Эйсы. За счет этого счет 7-5. Это показывает настрой, да, ребят? Как они вышли, заряженные на игру. Саргулан Яковлев. Ну, стратегически, наверное, была команда дана и рисковать. Просто сейчас есть откуда разогнаться для подачи. Нюргун Иванов. Вот классный Либера. Мертвый мяч. Немножко. Высота. Не попадает в темп Владислав Попов. Все нормально, говорит Нюргун. Пока только начало партии. Высотный мяч был. Зонная как-то не получилась. Просто по темпу, да. Ждал другую передачу. Более быструю. Да, вот и здесь. А здесь уже исправили. А Сепка играет там, да, в защите. Такой сложный мяч. Все цепляет, да? Да, вот посмотрим сейчас. Вот Кеша Романов чуть было не вытащил. И вот Макаров, что ли, этот? Страхует. Да. Сложился, да? Сложился. Высокому мячу, поэтому сложно. Это заряжено. Доводки. Чуть далековато. И... Филипп Стручков, да? Филипп Стручков попадает под девятый метр. По блоку чуть-чуть задел блок, да? Немножко отвлек, взял на себя Сергей Емельянов. Уселданский блок. Низковат оказался. Ой, Емельянов, говорю. Сегодня в стартовой шестерке Василий Бочкарев. На тройке. И счет. Да, Егор Глухарев. Вау. Василий Васильев, подающий надежды. Игрок команды Уселданского района. Ездоводка очень хорошая. Страхует Царколян Яковлев. Хорошая защита. И тут пробивают Либера, к сожалению. Да, рабочий мяч был. И пальцы... Да, не смог обработать Тимен Акаемов. От него тоже очень зависит игра у Селданцев. Да, конечно. Линия защиты. Филипп. Ну, Макаров хороший со второй линии, да? Как мы видим. Напоминаем, играем в бронзовый финал. Да, ну, за счет ошибок-то... Для начала партии много ошибок в собственных подаче. Допускает Амга, и... Наоборот, все хорошо в этом плане. Уселдан. Да, сейчас Нюргун опять подаст силовую. Нюргун справляется. Другой. Блок на месте. Пожарный МЧС Амгинского района Василий Бочкарев. Да, вот со вчерашнего дня могу заметить, что в игре и полуфинале часто Гаврила Хлопков рисковал, да? Пытается все время дать пас за голову. Играется мяч. Тащит Уселдан, Василий Васильев. Да, ничего не знаешь. Котел закидывает Артамонов. Саргулан выложился, но защита-то... Семен помогает. Очень равную игру интересную мы с вами наблюдаем. Акаема. Ох, как тут у нас Нюргун защищается. Ложится буквально под мяч. И чуть было... Чуть было не вытащил Акаемов. А атака была внушительная. От Анатолия Макарова. Да, на полметра ваут. Направление было, да? Ну, далековато. 10-10. Сравнивает ситуацию Амгинский район. Очень добротный, качественный волетбол с первых минут. Первого розыгрыша. 10-10. Первая партия. Вот встречаются команды, которые вчера уступили в полуфиналах. Сразу в корректировке подачи. Но съем... Ой, осторожно там. Очень хорошо. Ну, с простых передачей оба команды нападение могут сделать. Да, и здесь надо... И нападение есть. И защита на уровне, вот мы видим, да? По первому отрезку игры. Гаврила Хлок тяжеловато. Из пилип-стрижков. Вот здесь... Со второго раза у Анатолия проходит такой косой удар. Да, накатил очень хорошо мимо блока. Блок сместился. Тройной был, но... Закрывали полностью линию. Под открытый оставили. 11-11. Иннокентий Романов. Иннокентий ошибку не допустит. Но просто... Быстро. Но не замкнул как следует. И ошибка. По темпу тоже... Ну, сложно играть, да? Живет постоянно. Дергает Егор Голухарев. И немножко по высоте не хватило для Михаила. И сейчас Иннокентий Артамонов. Иннокентий не рискует. И сейчас отведенный мяч будет. Защита. Углом назад. Сялдан. О-о-о! Досатная ошибка от Семена Каюнова. Игровая ошибка. Это... Он мог исполнить это спокойно. Но... Чуть-чуть. Не везет. Все-таки первая партия, да? Может быть, волнение немножко есть. 12-12. Да, силовая полетит. Нет, просто накатил. И этого, казалось, достаточно. Филипп Стручков тут подкараулил над сеткой. И в одиночестве разбирается с переходящим мячом. Счет у нас... На грани ошибки Филипп. Чуть-чуть поспешит. Отдал бы этот мяч. Но по правилу соблюдены. И впереди первых выходит Анга. С двумя мячами. Пока прием видим. Да, мы вот этот... Анонсы говорили, что для Усалдана... Усалдана сейчас... Ну... Взаимные претензии не нужны. Надо Каюмову успокоиться. Все нормально, показывает Кеша Романов. Рабочая игровая ситуация. Анатолий Макаров на подаче. Немножко не попадает по длине. Но при таком счете можно позволить, да, себе... Рисковать подать силовую. Саргылан Яковлев на подаче. Будет на равенство подавать. Неестественная траектория мяча. Нырнул сначала, но поднялся и улетел далеко. Перентьева меняет замену в Анги. Михаил Николаев. Ходит на подачу и будет на задней линии. Нет, попал. Оправданная замена. По линию. Аккурат рядом с боковой линией. На грани было, но он... Но это тоже... Искусство. Искусство. И Романова, да, который... Вовремя заменил на подаче. Страхуют ребята. Второй раз доигровка на съем. А здесь ошибка нападения. Вот вчера в полуфинале у Василия было много таких ошибок, да? Хотел по блоку попасть, не попадал. По длине, по ширине не попадал при атаке. Сегодня это надо будет исключить из игры. Игра крайне ответственная. За третье место на играх народов Якутии. Мы знаем, что это последние три года у Салдани и Амга. Амга уже 10 лет, даже смело скажу, что в протяжении истории волетбола лидер сельского волетбола. И сейчас и Республика является действующим чемпионом. Дух победителей у команды есть. Но последние 4-5 лет с появлением команды у Салдана Нюргуна Симцева. И опыт таких важных побед, в том числе в полуфинале, в четвертьфинале над Ленском, у Салдана есть. Здесь как бы с психологией, моральным климатом должно быть все нормально. Надо исключить взаимные упреки внутри лучших антенн. Вторая, да, невынужденная ошибка в нападении. Возможно, скоро будет... Да, уже замена появляется Семен Атласов. Вчера такую замену тоже видели в полуфинале. И вообще, если стоит отметить, что, да, впервые в истории игр народов Якутии в полуфинал вышли 4 сельские команды. За бортом полуфинала остались... За бортом педестала остались города Ленск, Якутск, Нерингри. Мирные вообще не смогли приехать, ребята, на эти игры. И вот видим игра за бронзу в исполнении Амгинской команды, которая вчера уступила в пяти партиях команде Намского района. И команда в желтых майках Усть-Алдан. Вчера уступили тоже в пяти партиях команде Чурабчи. Ну, с трудом у Селданста организовали. Ну, мастерство Нергуна помогло. Он нашел пайв. Ну, скидка была. Но здесь сразу же Макаров решает съем в свою пользу. Видит, что углом назад Владлен стоял очень далеко. Попов есть. Это Филипп Стручков. Филипп Стручков. Хорошо укоротил. Но Владиславу сложно на защите приходится. И видят, да, что лучше атаку через него строить. На него. Усть-Алдан без атаки. Третий раз в игре. Одни накаты. Да, провал первой партии в игре у Селдана. Счет 22-14. И напротив очень спокойно, уверенно добывает свои мячи. Не допуская очевидных браков, да? Егор Глухарев на подаче. Вторая ошибка Егора. Первая подача полетела в аут. Сейчас в сетку. Ну, счет такой. Позволяющий. Да, позволяющий рисковать, думать. У Селдан партию заряжена очень хорошо. Ну, вот провал. Доигровки не стало. Атака сразу пропала. И вот затерзал-то. Хорошая подача. Семен вчера тоже, вчера, вообще, вот два таких брейков мяча принес у Селдана. Но этого оказалось недостаточно. Семен Атласов нередко выходил на замену. Именно на подачу, да? Да. Стабильная подача. Так, планер. Ну, здесь очень просто все. Зато блок какой. Это Иннокентий Артамонов держит в одиночку. Филиппа. Филиппа Стручкова. Ну, они играли в одной команде в Сергея Лехе. Друг друга знают прекрасно. И здесь дуэль такая. Университетская, да? Получилось. И уроженец поселка Тулагина Семен Атласов продолжает подавать. Скидкой обходит Самга. Семен работник Саханик Тегаз Быта. Директором работы в Нехубазе Усалдане. Сейчас играет по прописке в Завусалдан. 23-17. Усалдан не может противоядие найти высокому съемку мяча. Накарову надо... Мне кажется, что блок не переносит руки, а просто сместит. И отсетка чуть-чуть отдельно, да? Чтобы угол... Да. Чтобы защитникам было чуть-чуть легче. Все правильно. И от блока, да? Мне страхуют своих блокирующих. Надежда Усалданцев Нергунцивцев. Он рискнет. Ну, при таком счете иначе нельзя. Потому что первую партию, скорее всего, Усалдан уже не вернет. Сетбол. Шесть сетбола в пользу. Перентьев возвращается. Нет. Это тайм-аут. Тайм-аут берет Яков Сивцев. И послушаем наставление разговорчики ребят. Зам-аут берет Яков Сивцев. Нет. Не писькать. Я позвоню. Нет. На самом деле я покинясь. Нет. Нет. михаил николаев обратная замена место михаила николаева перентьев атаку выходит василий бочкарёв сегодня он писался пока в игру вчера в основе играл сергей мильянов игра первой партии у либера команда не пошла пока 10 по партиям впереди выходит амгинский район среди женщин амга была представлена двумя командами амга 1 амга 2 да амга 1 девушки сегодня играют в золотом финале за первое место а ребята попав труднейшую сетку труднейший полуфинал с фаворитами намским районом сейчас уступили и играют за третье место но рано успокаивается амге амга всегда ну традиционно сильно начинает но в длинном розыгрыше если у солдана амга 2 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вторая партия. Бронзовый финал Игр народов Якутии. АМГА. Спортивный зал ДЮС США имени Николая Захарова Сахача. Первый судья Аркадий Ефремов готов дать свисток на вторую партию. Пока ведет АМГА со счетом 1-0. На подаче молодой игрок Василий Васильев. 2000 года, метр 80. В нашем волейболе доигровка с хорошим прыжком. Есть на кого сравнивать, мастерство получать. Николай Павлов, да, 176 у него рост. Да, все в порядке в защите его. Касания не было, показывают судьи. И первое очко. Подбор в защите очень хороший. И первые же съемы они в свою пользу оборачивают и Филипп Стручков. Филипп очень стабильный, такой игрок в нужной команде. А тут Артамонов. Да, лидер атаки у Салдана. Пробивает двойной блок Амгинцев. Хорошо висит в воздухе, видим на повторе. Успел он закинуть, с кистью доработать, по локтям. Да, и этот удар должен сейчас взбодрить, равно как и этот эйс от капитана команды. Усилдан. На плане перешет. Чувствует, чувствует в себе потенциал, желание выиграть бронзовые медали, поэтому и ждем от них то, на что они способны. Затерзал, да, Филипп. Здесь помочь надо Филиппу, но он доигровщик. Он обязан перенять, донести. Двумя принимающими против таких планеров не сыграешь. Ну, обычно ставят четыре, но три защитника играет Амга. А вот, ну, свое сделание Нергун сделал. Два эйса, это большой вклад. Ну и простил, да, Амгинскую защиту. Два-три. Глухарев тоже медлайнер. Хлоп. Так иногда называют такую подачу. И тоже сложно. Ох ты, хорошо на защите отрабатывает Нергун Сирсов. И сейчас ответ Амги. Егор Глухарев ставит пас на Анатолия Макарова. Отбивается Усть-Алдан. И очень рады, да. Первый раз снялись с помощью защиты. От атаки Макарова. Это симптом тоже. Ну, значит, коррективы были. Гаврил Охловков. Помним его первую подачу хорошую. На Нергуна это бесполезно. Он обработает любой мяч. И да вот. Три-четыре. Да, приходилось страховать Нергуну. Здесь можно было с пятой зоны подойти, да. Чтобы второй пас был. И связка работала. Связку должна освободить от такой работы. Так, это ошибка. Пока много работы делает. На страховке Нергун Сирсов. Вы верно подметили. И тут разлад. И за сильной подачи вот этого игрока. Иннокентия Романова. Вот опять нет доводки. Но тоже этот дуэль Владислава Попова и Терентьева. Наблюдаем в протяжении многих лет, когда Владислав играл и за город ЕКОС, и за Туймаду. А Михаил за урожай, да. Клуб ЕГСХ играл. Очень плодотворно. А здесь перехитрил. Сразу же коррективы. Опыт. И вот такой взгляд. Посмотрел. Следующий раз посмотрим. Не пройдет такой же. Ах, ты так, да. Пять-пять. Пять-пять. Артамонов. Иннокентий. Да. На десятки сантиметров только по длине мяч падает. Два. Вот. Шесть-пять. Амга уже выходит потихоньку. У Анатолия, мы знаем, что силовая. Полные трибуны. Восьмой метр в угол. Классная подача. Да. Это мастерство. Это он может. Кистью как завернул. Первой партии. Все ждали в первую зону. В первой партии, да. Мы тоже увидели такую силовую под девятый метр. Дай таким игрокам только простору, да. Второй раз. Там воздуха разворачивается и кистью дорабатывает, да. Подумали было, что картинка на повторе. Но два раза подряд. Эйса от Анатолия Макарова. Третий будет или нет? И будет перерыв. Правильно. Грамотно взял Александр Иннокентиевич Романов. Ой, Яков Сивцев. Чтобы сбить вот этот порыв. Скорее всего. Ну, зрители у нас. Самые преданные. Самые лучшие. И удивительно, да. Сегодня болельщик у Шалдана тоже. Первый раз такой тихий зал. Видать, у Шалданских задавливает тоже Амгинцев. Ну, здесь корректировка защитных действий. Направление мяча известно. И двум игрокам надо быть готовым. И Иннокентий, и Саргалан, да? Готовы. Ну, сейчас должны справиться ребята. Если Анатолий не выдаст. Нет, Семен передвинулся туда тоже. Вот Кеша принимает. Три защитника почему-то встали и приняли. Ага. Да, здесь пронос мяча из-за головы. Ну, чуть-чуть. Есть такой свисток у нас, когда с рукой чуть-чуть протаскиваешь. Нарушение правил. Саргалан Яковлев. Усть Алдан пока отстает на два очка. В атаке Филипп Стручков. Сегодня он... Сегодня Филипп намного лучше выглядит, чем на полуфинале. Да, высота прыжка хватает. Мы обыграть блок сверху. Сергей Емельянов выходит на замену вместо Михаила Терентьева. И, видимо, чтобы дальше остаться, да, в игре. Оу, к сожалению, ошибка на подаче. И сейчас Усть Алданский район будет... Тогда Егора Голуховерева тоже заменят, да? Если по классике, по схеме, тогда должны потом... Два диагональных останется. Должны... У него был... Филипп просто... И... Ай-яй-яй... И все на друг друга понадобились. Мяч висящий был. Кеш Артамонов надеялся на Саргалана. Саргалан на него. Да, готовы были. Оба сделали первый шаг. Да. Ну, не крикнули, наверное. Игорь Голуховерев. У сборной Амги второй разыгрывающий игрок у нас молодой, да? Был же вчера. У Усть Алданский? Нет, у Амги. Восьмой номер выходил, да? Нет. Михаил Николаев выходил. Да-да-да. В третьей партии Михаил Николаев выходил. Ну, здесь три нападения играет Амга. Голуховерев выходящий. Тогда Емельянов вышел в диагональ, получается. Не в центр. Вместо Терентьева же он вышел. А, просто прямая замена. Да, прямая замена центральных блокирующих. Понятно. А, ну... Почувствовали, что... Владислав обыгрывает, да? Обыгрывает его и Сережу. Ну, Сергей тоже известный. Очень известный валидболист. Чемпион республики. Чемпион прошлых игр народов Якутии в Намсах. Аут. Навязала все-таки Усть Алдан в этой партии. В этих расстановках игру. И... 9-11. Это нормальный счет. Считается равным. Потому что сейчас нападение... Да. У Гаврила Хлопкова пронос тоже. Задержка мяча. Ну, очевидно было. Аркадий первый судей оправ. 12-9. И 10-й номер. Замена Амги. Михаил Николаев. Ну, привычная замена, которую мы уже сегодня видели. Напоминаем, идет встреча за третье место на Играх Народов Якутии в Амге. Домашний финал у ребят Амгинского района. Правда, бронзовый. Они сегодня принимают у себя в родных стенах команду Усилтанского района. На доигровке Иннокентий Артамонов выиграл мяч в нападении. 10-12. Первая атака была очень сильная, но на месте оказался либерокоманда Амги. Обработал этот мяч. Пришлось второй раз. Нургун Сивсев сейчас что сделает? Не рискнул. Мяч поднял. Сейчас очень аккуратно надо играть Усилтану. Они близки к тому, чтобы догнать. И касание сетки со стороны Иннокентий Артамонова. 13-10. Да, при приземлении. А, переступил линию, да? Да, переход площадки. Ошкарев. Василий. Он с пятой зоны, пятую зону подает. Да, населено на молодого Василия Васильева. Это приносит 15-14 мяч. Потерялся маленько Василий в этой ситуации. Тут немножко надо поддержать молодого товарища по команде. Вот внезапно обрывается, да? Как красиво было видно у нас на картинке. И приземляется подача. Опытный Нергун все всех подсказал. Ровно под перекладину. Закрывали, между прочим, Василиева, да? На приеме. Да, подстраховали. Тут даже Либера еле как справляется. И Анатолий Макаров. С мясом, да. Без созрения, с совести, на силу прошел этот блок. Пока блок, Гуселданский с ним не справляется. Или можно сказать, нападение сегодня на высоте. Сильнее, намного сильнее нападение. Можно и так сказать, в позитивном тоне. И уже шесть мячей разницы. Правильно, да? Вот страховали, все страховали молодого, чтобы ему помочь. А свои мячи не углядели, не довели. Пусть говорят, четыре защитника требует, якобы принимал. И Василий, Василий. Правильное решение. Все равно трудность. Мяч игре. Мамгинцы на местах. И на защите тут Вася хорош. Низко. И котелок свой страхует. Михаил Николаев. Не забивает нападение у Савдана уже четвертой доигровки. Хорошо тут тащит Василиев. И подвел. Подвел удар. Хотел обиграть по ходу высокий блок. 17-10. Пятый раз. Да, очень большие трудности. В приеме, да, испытывает сейчас команда у Савданского района. И направление одинаковое. Одинаковый планер. Но сложно. 18-10. Но я скажу, что даже грубо, что непростительно так много одинаковых ошибок допускать. Но сейчас ребятам надо успокоиться у Савданцу. У них в запасе нет партии, как у Амги. Первая партия осталась за ребятами из Амгинского района. И поэтому комфортное пока ощущение. Замена происходит на подачу. Шестой номер у нас Алексей Готовцев. Да, вчера тоже мы видели. Такой тактический ход. Да. Бочкорев-то очень большое дело сделал. Еще чуть ошибся и недоволен. Такой за... Максималисты. Молодцы ребята. Аут. Пока у Савданца помогают Амгинцы. Емельяновс не попал по мячу, высоковат был. Пока мы еще не увидели, да, из центра. С третьей зоны быстрой темповой атаки. Исполнение Амгинцев. Зато доигровка. За них... Макаров делает. Да, Макаров работу делает. Набирает очки за себя и за тех парней. Пошла ротация. Счет 2-3. С 12. И у Савдан начинает выпускать запасных игроков. Чтобы подготовиться наверно. Аут. 13-20. Замена тоже. Семен Атласов на подаче. Кеши дадут отдышаться. Да, работы было много, но доигровка Кеши допустил аут. Артамонов. Ооо, да, что-то... Двойные замены пошли. Вместо Микаила Николаева Филипп Штричков возвращается. И второй номер между Макарова. Айтал Григорьев дают отдыхать своему лидеру нападение. А Макаров-то за что говорит? Я же могу подать, да? Но мы видели, как он три раза вейсов силовых. Пятую зону. Мертвыми. Бережет, бережет, бережет Романов свое оружие. А здесь наоборот укороченная подача, сетка, площадка. 22-13. Вот видит тренер Амгинцев, да, что Усть-Алдан найдет, нашло бы себе в силы противопоставить силовой подаче Макарова. И неожиданный ход планера от Айтала Григорьева. Миргун на месте. Миргун чувствует атаку. Кулип Штручкова достаточно в одиночном блоке. Это 100%. 23-13. Да, здесь переиграть Васильева не стоило труда. Просто Васильев не по месту подошел. Целых 10 очков отставания у Салдана. Но тут хороший, дерзкий ответ. Саргалан. Саргалан Яковлев. Немножко выждал паузу. Переиграл. Открыто было. Метр самый был. Надо было только попасть в площадку. О, тут надо было, наверное, защитить свою подачу. Тем временем у Салданских, у Амгинских ребята спокойно набирают ход и готовы довести вторую партию до победы. Спеши, спешит тут Владислав Попов. И вот наказание, да? Надо доиграть, да? Партия вновь остается за командой Амгинского района. Вы слышите ликование трибун. У нас идет встреча за третье место между командами Усилдана и Амги. И Амгинские ребята уверенно ведут этот бронзовый финал со счетом 2-0 по партии. Партия вновь остается за командой Амгинский района. Мы внимательно следим за подготовкой третьей партии. Очень комфортно эту игру финальную за бронзу ведет Амга. Что они задумали против команды Усилдана, они воплощают в жизнь. Усилдана и первая, и вторая, середина первой партии прошла доводка. Прием абсолютно провален, провальный. И планер, и силовая подача от Макарова не справляется команда. И 2-0. 2-0. Надо тоже как в первом полуфинале женском за бронзу найти силы, как девушки с Алекми нашли. Сделали подвиг, да? Да, подвиг. Немножко расскажем. Перед этой игрой была встреча за бронзу между командой Алекминского и Мирненского районов. И отставая по счету в четвертой партии... Шесть мячей. Да, шесть мячей. Девушки смогли вернуться, сделать счет 2-2. И на пятой партии выиграли бронзовые награды. А у нас идет спор за бронзу среди мужчин. Все еще спор продолжается. И все еще мы не теряем надежды на то, что... Пусть солданские луз... Найдут себе силы. Подадут отпор. Дадут отпор вот этой вот белой машине, белокрасной машине Александра Романова. Ну, ребята раскрепощились. Они должны были, ну, по всей вероятности, могли оказаться в финале. Они этого... Ну, две партии первые выиграли, но не сложилось. Они играют... Ну, свое удовольствие за третье место. Грусть ответственности снят. А у Селдан надо вот... Особенно собраться ветеранам. Опытным игрокам, чтобы потащить молодежь. Эйс, вот первый пример. 2-0 будет. Да, с такими подачами можно из любого вынести психологически устойчивого состояния. И второй раз. 3-0. Молодец, Нюргун Тивцев. Вот такие три подачи от Пельмяковой подняли команду Олегмы. Сейчас Нюргун четвертый раз будет подавать. 3-0. Два эйса подряд и не справляется с Катей Нюргун. Иванов. Сейчас посмотрим. Мы помним тоже сильное начало в предыдущих партиях от Уселдана. Но ОМГА команда способная собрать себя на любом этапе партии. И вот даже с такими элементами футбола вытаскивают на защите ребята. А Уселдан пока идет. Все у них благополучно. И благодаря сильной партии подачи прежде всего капитана команды Нюргуна Сивцева. Он, Нюргун, начинал с силовых, перешел на плане. Очередные без атаки. Сняться никак не может. Доигровка. Да, хорошо. Доигровка. С нападения наладился связь. Уселданской команде. Зонная атака через заголову полметра был. И Охловков вовремя среагировал на эту передачу и забил мяч. 5-0. Яков Сивцев в предыдущем перерыве говорил же, что у них один единственный блок. И надо его переигрывать. Да. Сверх задача стоит у Сивцева удержать. Это большое преимущество. Держать подачу. А Нюргун очень хорошо довел. Сейчас. Вот. Да. То давно, чего не было давно, но то, что вернулось. Верный съем. Когда надо. 1-5. И Василий Бочкарев. Тот самый, который второй партии разрушил защиту у Солдана. Сейчас хорошо. И молодцы с первой подачи. С первого раза съемок. Чуть не хватило Гоши Глухареву тут на страховке. Да, видно. Видел, но движение вперед чуть попозже. Начал. 6-1. 6-1. А мне надо два мяча свою подачу забрать. Чтобы вернуться игре. Но здесь Гаврил может позволить. 2-6. В первых двух партиях у Солдана была проблема со съемом. С нападением это означает. Во-первых, доводки не было. Но когда редкие корявые доводки проходили, нападающие не закрывали. Но сейчас Акаемов хорошо доводит. И ответом Гии мы видим. Макаров не удержим пока. А в игре появился четвертый номер. Тогда основной состав Афанасий Савин. Вместо Сарголана скорее всего Яковлева, да? Василия Васильева, может быть. Сарголан на месте. Сарголан на месте. Тогда молодого Васильева. Вместо Восьмого. Вася тоже на месте. А вместо кого тогда? Вместо Владислава Попова. Да. В центре Попова. Дают отдохнуть. Нет. Где тут отдыхать, если отступаешь две партии? Скорее всего, видят, что он пока не дотягивает по скорости. Восемь-три. Но пять мячей сохраняется. Ну, это означает, что... В принципе, это означает оставание три мяча. Два съема и два брейка. Вот один уже есть. Четыре-восемь. Третье. В Амге пока не приходилось побывать в роли догоняющего. Но по ходу турнира ребята много раз возвращали себя на нормальные позиции. Аут. Макаров аут. Меняли его иногда на подачи, да? Девять-четыре. Хорошо. Был пайп хороший со второй линии, но... Играется мяч. Разобралась Амга с этим. И это атака с четвертой зоны. Пошла игра у Салдан в защите. Наконец-то. Играется мяч. Макаров. Очень красивый розыгрыш. Но не хватает... О, перевод. Не рискнул Василия. Филипп Стручков с китой. Вот что значит сбить темп игры, да? Да. Были очень сильные атаки. Обстреливали буквально ребята с двух сторон друг друга. А тут раз и Филипп замедлил кадр, что называется. И скидкой зарабатывает очко на подачу. Николаев Михаил выходит. Это опасно. Он по линии очень хорошо подает. Мы видели уже Эйс сегодня в его исполнении. Куда же. Но Семен уже поднастроился. И сразу съем. Это для Усалдан позитивный. Нота появляется. 10-5. Сохраняется вот пять мячей. И вот у нас игрок, который вышел из замены. Афанасий Савин приносит очко своей команде. И сам же идет подавать. Орлиный взгляд. И даже это не помогло. По выдохам было видно его волнение. Атмосферу вы сами слышите. Вот флаг развивается. Сейчас Усалдану надо принять. Звук такой. Деморализирующий. Есть очень хорошая доводка. Касание блока. Оставили Гандика пять мячей. Но есть Ана Касание. Есть от Макарова. Василий Василий по внешнему виду не скажет, что у него какие-то внутренние проблемы есть. Да, он парень спокойный, веселый. Забывает. Эпизоды неприятные. Но там Га в своем стиле, да? Обычно две партии легко обыгрывают. И провал случается именно на третьей партии. Сейчас посмотрим, смогут ли ребята собраться. Иннокентий Артамонов. 13-6. Два брейковых мяча. Это уже в одной ростунуки Емельяна возвращается. Он впервые, по-моему, сегодня в игре. Надо прочувствовать накал этого бронзового финала. Напоминаем, играется матч за третье место между командами Амги и Усть-Алдана. Амга впереди по партиям, но отстает по счету в третьей партии. И сейчас остается 6 очков разницы, которые будут, обязательно будут стараться ликвидировать, не доводя игру до четвертой партии. Вот тут все увидел Филипп, но происходило очень медленно. 14-7. В третьей партии очень удачно. Свои съемы у Салдана в третьей партии не отдаёт. Да, не отдаёт. И через подачу. Подачу прибавили, да? Стабильная стала подача. Команда большим характером. Упорная. 15-7, да? Ваше рисунок игры координатно изменилось. И в пользу Усть-Алдана. 15-7. И болельщики проснулись со стороны Усть-Алданского района. И сейчас Амга. Наконец-то первый темп, чего не хватало. И не без удара, но скидка такая мёртвая была. Зато быстро. Это Кеша Романов попросил Гошу. Раз уж центральных не летит, давай-ка я попробую с первым темпом сыграть. Терентия возвращается. На основном сегодня Романов и Накиньки играют в диагонали, да? Ну, он вообще универсальный игрок. Любой позиции может играть. Даже связкой может. Да, конечно. Он играл. Он был связкой на играх Дети Азии. Здесь легко Терентия. Э, двойкой, то есть. И вот, в этой партии он играет в диагональном. Ау. 16-9, да? 16-9. Усть-Алдан впереди пока. Это бронзовый финал. Здесь с тремя партиями. Дело может не ограничиться, да? У девочек в финале за третье место мы увидели все пять партий. Как хорошо рискнул, да, молодой человек? Это была площадка. Простояли. Момент, ребята. Он споткнулся на башкаре. На четвертого номера. На Савинова. Кеша шел. И опоздал. Не сумел. Видел, не сумел. Есть доводка. Комбинация. Тут же Артамонов. Дмитр за голову с крестом. Себя возвращает в игру. Набирает очко. Но не маскирировали. Маскировки не было. Амга оказалась не готова. Не поверили, что с центра пойдет. Надо Аквартамонов. По блоку большому. Но Кеша рискнул и выиграл. 17-10. Хотя ошибка у Семена была. Атласова ее выпускает на подачу. Анатолий Макаров. Вот, наконец, добивает до пола. И сейчас может разогнаться не на шутку. А правда уходит на подачу. И ждем от него силовые. Будет рисковать. Это безусловно. При таком счете только и делать то риск... Оу! Не получается. По высоте сброс. Надо было. На подачу дается 8 секунд. 8 секунд это... В хорошем темпе можно 70 метров пробежать. Так что не спешить не стоит. Он поспешил маленько. Интересное сравнение. Действительно, да? Никогда в таком ключе не думала. Про 8 секунд. 12. Один брейк забрали. Съем отдал. Усилдан добровольный. Терентьев подает. В принципе, счет рабочий. Амга может возвратиться и играет. Сейчас вот брейковый мяч. Вот так накатом не возьмешь. И ответ. Съем. На доигровке центра сетки скидкой. Усилдан 19 мяч выиграл. Хорошо. Перекатом. Пытался играть даже Михаил Терентьев. Самый высокий игрок в составе Амги. И очередной раз. Теперь появляется 12-й Данил Васильев. Парню всего 17 лет. Метр 70 роста. Но, видать, все еще растет человек. В арсенале увидим его подачу. Яков дает возможность молодым почувствовать как консерву. В защите, а скорее всего, здесь. Гаврила Хлопков. Все сегодня удается в этой партии. Усилдану и даже такой отскок в пользу Гаврила Хлопкова. Успел перенести руки через сетку. Подарок. Ну, здесь надо, да. Яковлева нежды пощады. И от Макарова. И ребята раскидывают мячи в 9-е углы. 13-20. Егор Глухарев. Сделает ли Амга камбэк в этой партии? Для этого им нужен 4 брейка. Один есть. Уже легче, да? Да, уже. И два съема. Вполне себе. Съемы не в порядке. Они могут сколько угодно сняться. Хотя бы через Макарова, да? Ну, защитить надо эту подачу. 14-20. В блоке сейчас надо хорошо отработать Амгинцам. Миргун какую-то остановку дал своему игроку. Видать, командам движения ошибка была. Вот, еще один брейк. Вашет. Как по нотам. Метр, по метр попал Макарова. Высота съема. Это Филипп Стручков. Филипп Стручков? А, через блок. Да, как по нотам. Разыграли ребята. Ну и подача Гоша хороша. Оставляет без атаки соперников. Макарова нас уже своим атакам переучил. Мы кроме него доигрышиков не видим. Я лично. Но Филипп-то тоже на месте. Второй. Будет еще возможность для Амги. Хорошо собирал восемь номер. Василий Васильев в нужный момент, да? Перенес шпорт. Доверяют Василию тренеры. Не меняет его. Хотя и ошибки бывают у него. Макарова. О, зрячий, да? Артамонов и Нагенский. Так замкнул, так замкнул пятый номер. Да, и приходится Александру Роману забеспокоиться за счет позиционной ошибки. Здесь Егор Глухарев мог бы взять. Двадцать два пятнадцать. Василий на подаче. К прыжке, но легко. Саргулан в защите сумела бороться. Первый темп не проходит. И Емельянов второй раз. От него защищается. И снова не в темп. И с четвертого раза. Наконец-то Сергей Емельянов. Да, Хлопков не поверил. Переиграл его Егор Глухарев. Четвертый раз доверить, да? Но Сергею опыта хватает. Завершить начатое дело. При счете 16-22. Усилдан берет. Хотя они и впереди, да? Просто им необходимо для того, чтобы довести эту партию до победы. Успокоиться надо. Уверенность у солдана зашкаливает. Капитан команды, опытный Ниргун Сильсак, назвал название комбинации и сказал «Выполните». Тогда мы этот мяч возьмем. Требует хорошей доводки. Доводка была сложная, да? Да. Ниргуну удалось вот вывернуть, поднять мяч. Понятно, здесь надежда была на лучшую на подачу Иннокентия Артамонова. В сложных ситуациях всегда через него играют. Усилданские волейболисты сейчас на подачу Ниргун Сильсак. Амге надо собраться. Отличное пробивание блока от Айтала Григорьева. Посадил, оказывается, Макарова, да? Да. Александр Романов. Вот после замены. Ну, может, он же обычно в концовке дает ему отдыхать. 23.17. Амга теперь, да? Очень напряженные минуты. Мы с вами наблюдаем, дорогие зрители. Третий. Игра за третье место. Третья партия. Все очень волнительно, на нервах. Да и настрой хороший боевой. Есть огромное желание зацепиться за пьедестал седьмых игр народов Якутии. Сергей Емельянов на подаче. Амга бросается в погоню. Вот здесь. Попадает. Попадает на площадку. Ну, очевидно, есть мяч Ваши летел в площадку. Почему-то Усилдан пропустил этот мяч. Опытные игроки МГИ борются еще. 19.23. Нет слов. Защита. Это все из-за приема, да? Который смазанный. Ну и подача Сергея. Через касание играет. Одиночный блок был. Сетбол. Пять сетболов. Из них. Для Амги это все береговые мячи. Право ошибки для Амги в этом сети нету партии. Гаврил Ахловков. Первая партия два эйса. После этого одни ошибки. Сейчас кто придумает? Простойная прямая. Хорошая даводка. Катнир Гуна Иванова. И комбинация. И завершение. Айтал Григорьев. Эшелон был такой высокий, надежный. Терентьев-то. Хорошо отвел, да? На себя. Да. Блок. Здесь, да. Они могут, Ангинси, быстро сыграть так быстро. Два человека, игрока караулили. И открытась. Три метра попал. Траектория нападающего удара была очень крутая. Сетка. За счет командной ошибки дает возможность Амгау-Сялданцам шанс. И мы увидим сегодня с вами четвертую партию. Счета 3-0 уже не будет. Идет встреча за третье место игр народов Якутии в Амге. По волейболу среди мужчин. Среди женщин бронзовыми призерами стали сборная команда у Алекминского района. Выиграв в пяти партиях у сильной, сильнейшей команды Мирненского района. После игр за третье место мы обязательно покажем вам и золотые финалы Спартакеады. Продолжение следует... 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 задержку до газа дает это об этом объяснили капитанами триллу у нас николаев капитан какие-то романов и на подачи василий васильев начинается с не очень хорошей ноты начинается четвертая партия зато амга не не оставляет шансов очередной раз не справляться с доводкой это был хороший первый темп григорьев будет на подачи на теньки романов саргалан неудачный файл хотел просунуть руку и что-то случилось 20 простых подачах у солдан очень часто ошибается не доводит мяч 2 1 2 домашний домашние игры в амгинском районе да ребята хотели бы тоже внести посильный вклад волейболисты в общую итоговую таблицу турнирную и здесь важно будет завершить этот матч за третье место в этой партии потому что они ведут 2 1 но у солдан с этим совсем не согласен вчера они упустили в полуфинале игру против чуропчи и сегодня мужской финал в волейболе у нас выглядит таким образом намский район против чуропчинского улуса а сейчас перед вами бронзовый финал усть алдан пока набирает очко против команды амгинского улуса по большому счету сейчас у солдана только нападение 1 инакентий артамонов милгун сисов ищет его но к сожалению до 2 паса редко доходит мяч здесь пас пыл от саргалана до заметили и артамонов 3 3 хорошо пробил двойной блок николаев терентьев и романов терентьев гаврила хлопков первый темп да михаил николаев пасует и очень вовремя заменили основного пасующего егора глухарева на загляденье хорошая игра первым темпом короткий пас и до пола 4 3 романов у нас подает все принимающие не помог нюргунов филипп 4 4 тут помешали друг дружку ребята и тут нюргун стиле владимира гербича да выпрыгивает на трибуны макенди артамонов в аут отправил теперь высокий мяч и с высокой мяча проблем нет хороший высоты орлиного полета ему все видно и кистью хорошо направил мяч ровно на площадку 5 5 и сам же анатолий будет подавать ждем от него эйсов а пока планер хорошая хорошая доводка и у солдания появляется несколько вариантов да вот савин выглядит предпочтительнее на первом темпе с проносом с хорошим боковой такой нападающий удар был со спины вносил в руку и попал нюргун поднимает второго номера мяч в пользу амги касание сетки определяем переступили среднюю линию видимо вот здесь кто первый нарушил правил терентия волков населим то вот совсем вот молодого игрока Василия Васильева иногда не хватает вот такой мудрости волейбольной вот такой умешанной не надо было просто скинь у него как будто програли но только одними ударами обходиться но это тоже не есть плохо Кеш работает блокнот и по блоку мудро играет Айтал Григорьев блок аут 8-6 а поднимал-то его Терентьев да? Терентьев поднимал все ребята из Амги имеют достаточную подготовку квалификацию чтобы отрабатывать на всех позициях какой первый темп здесь но Михаил Николаев почаще привлекает центральных нападающих блокирующих и игра стала поинтереснее да? по разнообразнее не знает чего ждать пусть алданский блок вот не знает и а ну Четвертая партия. Партия очень сложная. Есть, можно сказать, такое положение в волейболе, когда один игрок только остается на поле, такие шортамоны, без съемок проблемы будут. И вот сразу же Василия добавляет. В арсенал, да? Да, в арсенал. И Василий справляется этим. Вот комбинацию Ниркут хорошую использовал к месту. С одним блоком оставил своего нападающего. И Савин будет вводить мяч в игру. Посмотрим, что придумает Михаил Николаев. Немножко не получилось. 8-9. Не успел чуть-чуть, да, Итал Григорьев. Высота-то хорошая была. И пока Мусилдан приближается к комбе. Но тут Кайтал Григорьев тут же исправляет свою ошибку. Очень быстрый пас. И замкнуть его было для нападающего удовольствия, скорее всего, да? 10-8. Очередной раз у Савдан без атаки. А, ой, тут срывается передача. Как мне кстати. 9-10. Хотел за голову диагональным сыграть. Василий. Василиев. Хорошо. Ошибка в нападении. 10-10. В начале трансляции, ну, позавчера, вчера мы рассказывали, да, какие сборы, какую подготовку к этим играм проходили ребята. Мусилданский район имеет даже выездное соревнование, да, в этом году. Артамонов на высоте. Аккуратно, очень сильный, переходящий мяч до пола. 11-10. Василий Васильев. Держать подачу. И Иннокентий Романов. Восьмой номер. Иннокентий Романов, да, очень универсальный игрок. На доигровке переиграл половину площадки у Салдана. Не вынужденная ошибка в нападении. 12-10. Площадка была открыта, но Иннокентий не попал просто. Посмотрим, будет ли темповая. Вот отличная волна. Да. Завершает вторым темпом. 12-12. Артамонов, да, завершил? Семичи он получает пока. Ага, так что тут вопросов не может быть, да? Мне непонятно, игра центральная. Он все время пытается пас дать. Мешает иногда Нурбунусу всего. Ну, дисциплина, да, это игровая дисциплина, наверное, скорее всего. От большого желания. 13-12 польза АМГИ. 15-й номер. Коснулся сетки. Да. Игрок у Салданского района, да? И сейчас Василий Бочкарев. АМГА уже впереди. Ровно. Съем у Салдана сейчас при правильной игре. 13-13 должно быть. Очередной ляп с доводкой. И трудность доиграть. Съем. Саргалан, о, закинул. Тут Романов на месте. 14-12. Очень тонкое чутье у Иннокентия Романова. Игровое. Да, вот в этой расстановке у Салдан. Во всех партиях. Проблемы, да, имеет? Хотя, ну... Вот просто так надо, Вер. Принять и забить. Очередной раз Артамонов, да? Ну да, связка Сивцев-Артамонов пока без устали работает. На этот раз в первом темпе. Надо кого-то еще привлечь. 13-14. Сейчас, потому что АМГА все равно найдет, да? Противооружие. Одного человека. Алексей, готовьте. Пости легко. Есть защита. Ну да, дождался защиты. Что просто там решить невозможно Кеша, конечно. И, да, такие высокие, длинные. Мяч летел 3 секунды. Блок был на месте. И Кеша приходится думать. Хотел в калитку 9-й метр попасть. Но не получилось. 15-13. Вот так. 14-15. Афанасий Савин помог. Вовремя включился в атаку. Артамонов на подачу. А, Артамонов... На задней линии. Да, и припросил кого-то еще искать. Сейчас АМГА что-то покажет. Хорошая доводка. Тюркуна Иванова и Анатолий Макаров. Ну, это безошибочно. Высокий. Чем выше, тем лучше. Вот сколько там блок выстраивай. Вообще не замечает. Под собой, да? Ну, метр высоты в запасе. Вы видите, уважаемые зрители, что болельщиков в зале много. Это еще не предел. У нас вмонтирован большой экран на площади перед спортивным залом. И там тоже своя атмосфера складывается. Простой накат. И Саргалан вовремя тоже включается. Но это вынужденный, да? Основной на подачу на заднюю линию. И надо вот ребятам очень внимательно... Вот когда мяч не получаешь в игре, иногда вот... Теряешь тонус. Да, да. Тонус стираешь и неожиданно. Но Саргалан молодец в этом. Справился. На равенство подойдет. 15-16. Да, что-то игра разладилась у Амги. Очень хорошие первые партии были. Тут Айтал Григорьев. Сегодня достойная замена на доигровки. Да, не успели. Вот Афанасьевич Савин рука оставил на своей площадке. Это, конечно, наказывается. Блок. Перентьев там в защите бьется углом назад за все мячи. Мяч играется. Василий не стал бить, да, в этом случае. Правильно сделал. Да. Растет. Мудрее становится. Вот какие розыгрыши мы видим перед... По темпу не попадает. Нет атаки у солданов добротного. Айтал Григорьев. Скидка. И по блоку. Через касание зарабатывает Василий Васильев. Вспомним перерыв, когда Яков Сивцев давал указание Василию, как надо играть. Сохранил мяч, не стал бить их. Чуть удобно через блок. Ровно должно быть, да? На табло 16-17. И замена. Сразу Савинова. Это оружие очень секретное. Блок поднимает. Чтобы брейк заработать, три блока будет. У Салдана. Ну, Амга, наверное... Не согласна. Либо скидку сделает за тройной блок, да? И почувствовали, что Макар пустал, поэтому Владислава пускает. Ход закрыт. А, они через центр. Да. Василий Почкарев. Обратная замена. Очень приличную партию проводит. Много дают ему Михаил Николаев. Сам Михаил на подаче. Счет. Напряжение возрастает. Четвертая партия. Абсолютно сейчас прогнозы не делаем. Просто... Смотрим и наслаждаемся. Играется мяч. Нет, правильно по правилам. Тормоз-то есть у парня. Вот здесь открытая сетка. Иннокентий Романов. Очень сильный. Совсем не успевает. Блок. Саргалану переходится с бедра ковырком. А здесь что-то случилось. Мы не видим ситуацию. Замена у... Амги. Что-то разбирается там. Второй судья. Секретаря там. 17-19 горит табло в зале. Да, 17-19 объявляет диктор, судья-информатор. Выпадает Михаил Николаев. Восемнадцать-девятнадцать. На равенство будет подавать Русалдан. Ну, все правильно. Василий Васильев. Отвесенный момент надо. Да, исключил. Играется мяч. Что такое? Да, антенну проходил. Разные кульпиты проделывают ребята с одной лишь целью. Четвертая кашанье. Чтобы сохранить мяч в игре. Как так? Как так? Нервы Семена Акаемова подвели его. Василий Васильев уже в который раз. Вот это пока отрезок. Неприятный момент для игры в болезбол. Взаимные ошибки надо разбирать, а не упрекать. Эй, теперь аут берет Семен. Но хорошо, что выиграли. Усел Данси этот мяч. Ну, нужный. Нужный мяч был. 19-й. Все было на волоске, да? Да. Ну и тут Гаврила Хлопков наконец-то решил пользу. Вам где надо сейчас попроще играть Михаилу. Поднимать своих доигровщиков. Доигровщиков надо. Вот так. По блоку попадает. Мяч отдается Амгинской команде. Касание сетки, видать, Ахлопов. А, да. Касание. Локтем, да? Каснулся. Тогда спускался. А, нет. К Саргалану претензии. вот так одобрить надо, да? Зачем? Вот, концовка партии. Ругай, не ругай. Хай, не хай, человек не справится. А сейчас настроение, ну, ответственность почувствует. Саргалан забьет. 22-19. Очевидно, что надо держать Романова. Из-за всех сил борется Усалдан с одним нападением, корявой доводкой, но игра в напряжении очень большое и с большим характером, да? Василий Бочкарев. В очередной раз. Петро, Касание. Тут прием совсем хромает Усалдана. Такой волетбол нам не нужен. Да, нервы тоже не выдерживают у всех, потому что, да, четыре партии. Сколько розыгрыша получается? Сто мячей, да? Из них, ну, порядка пятьдесят раз ошибаться. Это уже один отыгран. 20-23. Вот хороший чуть-чуть позитивный прием и все. Есть же кому забить. Да, вот это работает. В одному только, да? 90-й мячей летит Нартомонова. Это тоже тяжело для команды. Амги. Амги. Обязательно примет под хорошие довольства. потому что выносились 24-24. 24-24. Матч мгинская команда Кеша Романов. Ездоводка само спокойствие. И как же символично, что именно он, Анатолий Макаров, ставит точку в этом бронзовом финале против Уссалдана. Третье место Игр народов Якутии. Вот это радость, счастье. выиграть медали домашних игр перед родными трибунами. Ну, я скажу, что они чуть-чуть перекрасили. Чуть-чуть только на. Они должны были играть за золотые медали, но с трудом они одолели за счет ошибок Уссалдана. Мы поздравляем Мамгу и видим восторг. Но бывает. Какая команда, да? Команда молодости нашей образца 2008 года детей Азии. Егор Глухарев, Нюргун Иванов, Филипп Стручков, Айтал Григорьев, Сергей Емельянов, уже двукратный победитель Игр народов Якутии. Ой, да, медалист. И Михаил Терентьев, Михаил Николаев, Иннокентий Романов, Василий Бочкарев, Мишин Неустроев, Анатолий Макаров. Вот по порядку, ребята. У солданцев принимают поздравления, и мы тоже присоединяемся к поздравлениям у Амги бронзовые медали домашних игр. Для у солданцев сегодня игра не сложилась, играли с одним нападающим, и очень плохой процент позитивного приема. Я ребятам пожелаю самая обидная место, успокоиться. просто ну в дальнейшем что произошло уже история. Спасибо за просмотр. Амгу еще раз с бронзовыми медалями. Спасибо за красивый волейбол на бронзовом финале. Продолжение следует...